Слава Богу! Утренняя молитва Наша Киевская архиепископия Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу Приветствую всех вас, братья и сестры, дорогие друзья Благоставляю вас именем Господнем, именем Иисуса Христа Сегодня совершаем хлебопреломление, причастие, Евхаристию Преломление хлеба, причащение тела и крови Господа нашего Иисуса Христа И я беру разный хлеб для этого И вот сегодня у меня такой опреснок узбекский Фатир называется Или Фатир, Фатир Он готовится из пресного теста И мне очень понравилось тоже покупать здесь У братьев мусульман хлеб этот Благоставляю их Молюсь за них, благовествую Говорю об Иисусе Христе О том, кто является моим Господом, Спасителем Вот И указываю на тот путь, истинную жизнь Который сам Иисус Христос И такой картинкой для сегодняшней трансляции Я как раз выбрал именно вот картинку, где Иисус идет с учениками И подписано, что Иисус, Он есть путь, истина и жизнь Аллилуйя, спасибо тебе, Господь Благодарю тебя Благодарю тебя, Господь, за все Благоставляю великое имя Твое Благодарю тебя, Боже, за жизнь Благодарю тебя, Господь Слава тебе, слава тебе и хвала Благодарю тебя, Господь Благоставляю великое имя Твое Благодарю тебя Благостави сегодня совершить хлебопреломление Причасти тела и крови Твоих Благостави, Господь Потому что без Тебя ничего не можем сделать И позволь себе рассуждать, углубиться О теле и крови Христа Рассуждать Углубиться в эту истину евангельскую Боже Что действительно Ты спас нас Ты спаситель наш Ты спас весь человеческий род Всю нашу истрадавшуюся планету Ты спас по богатой своей милости Боже, спасибо тебе, Господь Спасибо, спасибо, спасибо Благодарю тебя, Господь Благодарю И сегодняшнее вот это И причастие, Боже Благостави Господь всех братьев, сестер Кто будет принимать Хлебопреломление Благостави быть причастниками Божеского естества Даже если Не принимают физически Если нет возможности Сейчас принять физически Причастие То Вот это бесконтактное Досовершиться Сейчас хлебопреломление Причастие Причастность Божескому естеству Причащение Божеского Твоего естества Рассуждение О теле и крови Господа Спасителя нашего Иисуса Христа Досвершиться Сегодня, сейчас Слава тебе, Господь И слова Иисуса Христа Читаю из Евангелия От Иоанна Иисус сказал ей В 11 главе Я есим воскресенье и жизнь 25 стих Я есим воскресенье и жизнь Верующий в Меня Если и умрет, а живет И всякий живущий И верующий в Меня Не умрет вовек Веришь ли сему Она говорит ему Так, Господи В 27 стихе написано 11 главе Я верую, что ты Христос Сын Божий Грядущий в мир Аллилуйя Спасибо тебе, Господь О, да Да С одной стороны Иисус Действительно есть Христос Сын Божий Уже пришедший Тогда уже пришедший В этот мир Но Здесь Вот Божьим Духом Воскликнула Сестра наша Да Грядущий в мир Грядущий в мир Интересно Потому как Это как пророчески Еще указывает На второе пришествие Господа Иисуса Христа Он пришел И он грядет С одной стороны Он уже пришел С другой стороны Он еще грядет Он грядет И церковь Божья В эти последние времена Как мы читаем В книге Откровений Взывает Так же Как и Дух Святой Вместе с Духом Божьим Взывает Одним дыханием Взывает Одной молитвой Гряди Господи Иисусе Возвращайся Господь Иисус Гряди Господи Иисусе И вот здесь Это слово Сказанное Марфида Господи Я верую Что Ты Христос Сын Божий Грядущий В мир Евангелие Теана 11-27 Сын Божий Иисус Есть Христос Сын Божий Грядущий В мир Сегодня мы ждем Грядущего На облаках Небесных Грядущего Господа Иисуса Христа Слава Тебе Господь Действительно Это великое чудо Осознавать Что Иисус Есть Христос Иисус И есть Тот самый Христос Тот самый Помазанник Машиах О котором Пророчествовали Все пророки О котором Были предсказания Прямые И такие Загадочные Косвенные В жизни Иисуса Действительно Исполнились Почти все Почти все Вот эти Мессианские Пророчества Но еще не все Далеко не все Потому что Оставшиеся Вот эти Пророчества Должны Исполниться При его Втором Пришествии Поэтому мы И говорим Гляди Господи Иисусе Гляди Господи Иисусе И здесь Марфа И воскликнула Так Господи Я верую Что Ты Христос Сын Божий А дальше Она сказала Не просто Пришедший В этот мир А грядущий В мир Грядущий В мир Он Есть Тот Кто Был Тот Кто Есть И Грядет Содержитель Великая Тайна Иисуса Как Настоящего Христа Божьего Христа Помазанника Машиаха Спасибо Тебе Господь Он Тот Кто Ты Тот Кто Был Тот Кто Есть И Грядешь Вседержитель Всемогущий Бог Наш Спасибо Тебе Господь За все Благоставляю Великое Имя Твое Боже Всемогущий И Как Грядущий В мир С одной С одной С другой Приседший Тогда Две Тысячи Лет Назад Этот Разговор Произошел И с одной С другой С другой С другой С другой С другой С другой Марфа И Мария И все Присутствовавшие Прекрасно Понимали Что до Мессианского Царства Еще Очень Далеко Вот И даже Когда Иисус Уходил То Ученики Конечно Они Недоуменно Как бы Да Вроде как Провожают Уже Но Недоуменно Спрашивают Не все Ли время Ты восстановишь Царство Израиль Разве Не в это Время Разве Не сейчас Не в это Ли время Не в нашем Ли поколении Иисус Сказал Что Это Не их Ума Дело И не Нашего Умодела Человеческого Он сказал Что Вы не знаете Этих времен И сроков И вам не дано Это знать И слава Богу Что не дано Отец Знает Эти сроки Вот И когда будет Восстановлено Царство Израилю Представляете Если бы Тогда бы Иисус Все рассказал Бо Ученикам О Поэтому Порой Блаженно Даже и Не ведать Порой Блаженно И не знать Некоторые Вещи Представьте Если бы Ну он Частично Уже Рассказал Как бы В пророчествах Но там Больше было вопросов Чего ответов Так Загадками Что да Камня на камне Не останется Все будет разрушено Как это Понять Буквально Или духовно Или понять Знаете ли Но это Буквально Исполнилось И Слова Иисуса Буквально Исполнились Храм был разрушен Затем Были Вот эти Гонения Восстания Восстания Баркова Можно вспомнить Да Вот И Затем Великое Рассеяние Вот Изгнание Череда Этих Гонений Погромов Инквизиции Холокоста Короче Страшные вещи Впереди Ждали Израиль И Только лишь В наш век В прошлом Уже 20-м столетии Началось Это возрождение Царства Израиля Да Началось Медленно Но верно После Второй Мировой войны После этой Катастрофы Шоа Холокоста После всех Этих Жертв Страшных Жертв Страшной войны И страшного Геноцида Шесть миллионов Евреев Мы не досчитались Реально Даже больше Чем шесть миллионов Сегодня уже Исследователи Однозначно Говорят Что даже больше Чем шесть миллионов Но Шесть миллионов Душ Было положено В той бойне И после Самой темной ночи Вдруг Забрежил Свет После Самой темной Ночи Истории Еврейского Народа Истории Израиля Вдруг Неожиданно Забрежил Свет Люди Выжившие В той бойне В той Катастрофе Интуитивно Кто-то Осмысленно Кто-то Интуитивно Потянулись К своей земле К своим корням Люди Стали возвращаться Правдами Неправдами Всячески Стали возвращаться На свою землю И В мае 14 мая Кстати да 48 года Государство Государство Израиля Было Провозглашено Была Зачитана Бангарионом Декларация Независимости Израиля Та песня Которую пели И тогда пели Она стала Гимном Израиле До сегодняшнего дня Она является Гимном Эта песня Государство Израиля Хатиква Хатиква Надежда Хатиква Надежда Субтитры Субтитры София В сердце Не угаснет Священный Огонь Будет стремиться Еврейская Душа Будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освещает путь, мы две тысячи лет ее храним. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Не все ли время, восстанавливавшито царство Израилю? Две тысячи лет без малого прошло. И только лишь в наше время началось постепенное исполнение тех пророчеств. И сегодня мы говорим Господи Иисусе, гряди, возвращайся Иешуа. Мы ждем Машиаха. Мы ждем Машиаха сейчас. Пришествие Христа, второго Его пришествия. И поэтому слова вот эти из Евангелия Теан 11, 27, слова Марфы, да, они такие. Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Боже, Иисус, Ты есть Христос. Иисус, Ты есть действительно истинный Христос, Сын Бога живого. Сын Божий, грядущий в этот мир. Пришедший 2000 лет тому назад, Боже, и вновь грядущий. Спасибо Тебе, Господь. И доколе Ты придешь, доколе Ты вернешься, мы, рассуждая о теле и крови Твоих, мы совершаем хлебопреломление, причащение святых Христовых тайн, тела и крови Господа нашего, Спасителя нашего. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Боже Всебогущий. Братья и сестры, сегодня тоже совершим причастие хлебопреломления Евхаристию. Вот, и в этом причащении, да, шалом, драгоценное святое пишет, да, шалом, шалом, Диченко, шалом всем семействам, всем братьям, сестрам, мир Божий и благодать да умножатся. И сегодня совершаю хлебопреломление, причастие в Христию. Вот вчера взял такой фатир, опреснок такой узбекский, у братьев мусульман купил здесь. Вот, и благоставляем узбеков, благоставляем Узбекистан, Среднюю Азию, все регионы эти. Пробуждение во всех народах, во всех племенах, да свершится во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что действительно должно исполниться этим пророчеством прекрасным. Пророчество о том, что действительно предпришествием Христа, перед Его славным вторым пришествием, Его возвращением славным, будет проповедено Евангелие Царства во всех народах, во свидетельство всем народам на самом деле. И тогда придет конец, блаженный, благословенный конец, как начало нового мира. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Боже Всемогущий! Слава Тебе, слава Тебе и хвала! Боже Всемогущий, Благодарю Тебя за великую победу Твою! Доколе Ты не вернешься, доколе Ты не возвратишься, мы совершаем это таинство, воспоминая, Господь, великую жертву Твою, Божию, рассуждая о теле и крови Твоих, Боже Всемогущий, слава Тебе! Слава Тебе! За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Творец неба и земли! Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Сын Божий, Спаситель Господь мой, брат мой, друг мой! Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, за все я благодарю, за все я благодарю, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю, Отец мой, Бог мой Небесный, благодарю Тебя, Иисус Христос, Благодарю, Дух Святой, Драгоценный, Утешитель мой, за все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю, Благодарю. Слава Тебе, Господь Святой, Слава Тебе, Божий Всемогущий, Благословен Ты, Господь, Благословен Спаситель наш, Искупитель наш, Благословен. Тело Иисуса Христа, Аминь. Кровь Иисуса Христа, Аминь. Братья, сестры, и рассуждаем о теле крови Господа нашего Иисуса Христа, рассуждаем полно, не частично, рассуждаю так, что через кровь святую Иисуса Христа тело ломимо Его, я спасен, я прощен, абсолютно, полностью прощен, моя праведность, это сам Господь Иисус Христос, Он моя праведность, Он мое прощение, Он мое исцеление, я исцелен через кровь Иисуса Христа, я исцелен, да, я прощен, я благоставлен всеми благословениями небес, через кровь Божественную Иисуса Христа и ломимое тело Его. то, что две тысячи лет назад совершилось без малого, сегодня в моей судьбе совершается, я принимаю это верой и благодарю Бога всемогущего моего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аминь. Аминь. Тело Христа, кровь Христа, Спасибо, Господи. Аминь. Спасибо, Господи. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господь. спасибо аминь Боже за жизнь мир отдал свою жизнь я благодарю тебя Господь за все имя Господне призываю чашу спасения поднимаю спасибо Господь Аллилуйя Аллилуйя спасибо спасибо Святой спасибо Праведный Бог мой слава Тебе Творец неба и земли Аллилуйя 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 Аминь Аминь Аллилуйя за Голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою за жизнь вечную бесконечную жизнь счастливую пресчастливую Аллилуйя Благодарю тебя мой Бог Аллилуйя Аллилуйя Благодарю тебя Иисус Христос Спаситель мой Благодарю О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой Я тебя мой Бог люблю и за все Благодарю Аллилуйя Слава Тебе Господь Благослови Господь Божий всех нас во имя Иисуса сейчас благословляемых братьев и сестер Аллилуйя Да благослови Тебя Господь и сохрани Тебя Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилуй Тебя Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа Аминь Благословляю всех вас братья и сестры обновление милости благодати в наших судьбах происходит каждое утро и сегодня это благословенное утро сегодня да, сегодня уже 14 число марта месяца вот в библейском исчислении сегодня 7 число Адара 2 вот приближается праздник Пурим вот и как говорится приходите на Пурим обо всем поговорим а еще говорят так что евреем может что не быть но на Пурим прийти обязан библейский праздник библейский удивительный святой праздник вот о нем я продолжаю говорить сегодня вечером подключайтесь в 6 часов по киевскому времени подключайтесь и продолжим беседы о Пуриме напоминаю что 20 марта вечером уже начинаем мы празднование праздника Пурим и 21 22 марта в этом году это сам праздник полнолуние месяца Адара 2 это 14 15 Адара 2 будет слава Богу так что с приближающимся всех вас праздником пусть Бог благословит утешит и в этом месяце Адаре как по старой доброй еврейской традиции мы говорим умножается радость увеличивается радость радость избавления радость великой победы спасибо тебе Господь спасибо тебе Господь за великую эту победу спасибо за твою заботу о народе твоем за твою милость Божья долготерпение праведность за твое вмешательство в дела земные и не просто вмешательство а что все тобой движется и существует и сотворено все тобой спасибо мы тобой живем и движемся и существуем аминь аминь благоставляю вас из города Киева Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев реформаторская православная церковь Христа Спасителя мир всем вам аллилуйя Благодарим все вместе да Благодарим тебя Отец Благодарим тебя Иисус Благодарим О Дух Святой за все мы благодарим за все мы благодарим Аллилуйя за спасение твоё исцеление твоё за прощение твоё за жизнь вечную Аллилуйя за тело и кровь твоей благодарю тебя благодарю тебя за причащение этих таинств тело и крови великая Божия благо для меня для нас людей быть причастниками Божеского естества спасибо тебе Господь благодарю тебя Боже благодарю тебя за действительно великую тайну Христос в нас упование славы Христос во мне я во Христе а Христос во мне спасибо тебе Господь великая тайна величайшая тайна Бог поселяющийся в человеке Бог поселяющийся в нас и сотворяющий нас Храмом Святым Своим Святым Храмом Святым Своим спасибо тебе Господь Храм Божий Святой уже третий Храм из живых камней из нас созидается Великий Храм уже два тысячелетия созидается Великий Храм Господи тело Машиаха тело Христа на основании апостолов пророков имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа имея краеугольным камнем Господа никто не может другого положить основания кроме положенного которое есть Иисус Христос строит ли кто на этом основании из золота серебра камни драгоценных камня дерева сена соломы там перечисляются разные строительные материалы но самое главное чтобы основанием было верное дело каждого будет испытано говорится о Библии о спасибо тебе Господь спасибо 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 за все за все тебя благодарю спасибо за победу твою спасибо